Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets. Если вас интересует не только рынок Форекс, но и, к примеру, фондовая секция, сырьевые инструменты, в этом канале вы найдете достаточное количество информации, которая поможет вам принимать торговые решения непосредственно и по этим финансовым активам. Ну и точно вы будете в курсе тех тенденций, которые сейчас имеют место быть в отношении их. Ну что, мы наконец-таки дождались текущую торговую сессию. Изначально мы ориентировались на пятницу, потому что это первый день нового месяца и так уж совпало. Первый день нового месяца и пятница. В этот день мы, так же, как и все трейдерское сообщество, разбираем данные по американскому рынку труда. Отчет Non-Farm Perls сегодня, не исключение, в 15.30 по московскому времени выйдет целый блок данных по рынку труда США. Это количество новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора, уровень безработицы и темпы роста заработных плат. Каждый из этих компонентов, скажем так, имеет свое уникальное значение для общей видимости, общей объективной оценки того, что происходит с этим сектором. И я, наверное, как и многие из вас, кто следит за статистикой, сегодня после последних данных по EDP, как вы помните, на этой неделе в среду мы получили данные, что американская экономика в прошлом месяце создала почти полмиллиона новых рабочих мест. У нас каждую неделю выходит отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. И последние цифры указывают на сохранение тенденции сокращения этих первичных обращений, что является позитивным трендом и настраивает нас на хорошие цифры непосредственно по Non-Farm Perls. Я думаю, что сегодня не произойдет какого-то негативного сюрприза. Медианная оценка, что количество новых рабочих мест будет также в диапазоне от 450 до 550 тысяч новых рабочих мест. Но я, пожалуй, сегодня буду в числе тех трейдеров, которые настраиваются на оптимистичные данные и предположу, что мы увидим цифры больше и выше 600 тысяч новых рабочих мест. В связи с этим, друзья, если вас интересует то, что произойдет с курсом американского доллара, я напоминаю, что я анализирую курс американской валюты, делаю акцент на индекс доллара, который как раз помогает нам понять, как чувствует себя доллар в отношении шести основных мировых валют. Рубль не вы к числе. И, кстати, чтобы от этой темы далеко не отходить, я обещал вам, друзья, то, что в ближайшие дни запишу непосредственно ролик, который будет касаться только лишь перспектив пары доллар-рубль. Но изначально, опять же, если эта тема вам интересна, вы все-таки должны быть реалистами и разограничивать то, что происходит сейчас на российском валютном рынке, глядя на те котировки, которые мы видим в моменте, без рыночных факторов. Друзья, это искусственный курс. И просто прикинуть общий новостной фон, который сопряжен со всеми прочими фундаментальными событиями от ситуации в Восточной Европе до текущей обстановки в отношении доллара. Там уже будет курс совершенно другой. Ну ладно, обо всем этом я вам расскажу на одном из последующих роликов. И сейчас давайте сфокусируемся на индексе американской валюты, которую мы, в принципе, ждали, что она должна восстановиться, потому что у доллара очень хороший бэкграунд фундаментальный. И в рамках вчерашней торговой сессии действительно индекс доллара вырос. И сегодня мы говорим о котировках основ 98,50. Это, друзья, еще не предел, потому что буквально считанные дни назад мы видели этот актив выше 99 пунктов. И мне кажется, что сейчас куда более оправданными, фундаментальными, обоснованными и, наверное, даже в каком-то плане экономически целесообразными уровнями для индекса доллара, являются значениями уже гораздо выше 100 пунктов. Возможно, даже в районе максимумов за время пандемии, там, 102-103. И главный аргумент – это, конечно же, жесткая политика американского регулятора. Я, как и ранее, настроен на то, что ФРС в этом году несколько отойдет от своей привычной тенденции и традиции повышения ставки на 25 базисных пунктов. Начнут чередовать эти решения с шагом роста ставки на 50 базисных пунктов. И в результате ключевая процентная ставка поднимется выше 2,5%. Более-менее нейтральные, наверное, нормальные уровни, которые сейчас уже должны быть с учетом того, что мы видим по индексу потребительских цен. Сегодня non-farm pearls – это не просто статистика, на основании которой мы прикинем, как может вырасти ВВП и как это логичным образом должно будет повлиять на курс доллара. Сегодня мы будем разбирать данные по non-farm pearls с позицией того, что плохие цифры – это причина усомниться в агрессивных темпах повышения ставки в США. Хорошие цифры – это, напротив, еще одна причина рассмотреть возможность даже увеличения длинных позиций по индексу доллара, потому что в случае сильного отчета, конечно же, ФРС будет использовать этот блок данных, чтобы оправдывать свой агрессивный настрой по разгону ключевой процентной ставки. Ждем. Non-farm pearls совсем скоро. Я думаю, что в течение дня мы еще сделаем несколько постов в наш телеграм-канал. По этой теме будет дополнительная информация. Но изначально ориентируемся на то, что индекс доллара завершит текущую неделю и текущую торговую сессию выше 99 пунктов. И доходность американских обликаций действительно сейчас этому явно способствует, потому что сегодня с открытия дня они снова растут. Золото 1938. Вы знаете, золото в последнее время, в последние дни меня несколько даже смущает своей волатильностью и неоднозначностью. Я даже не припомню, когда рыночные настроения менялись так часто за такой короткий промежуток времени. Это говорит о неопределенности. И чтобы не попасть в просаг, когда точно нельзя сказать, все-таки какое направление является более приоритетным, я сегодня решил золотом не торговать. Но слежу за оппонентом по движению и активам пары, которые сильно коррелируют с индексом доллара за европейской валютой. Как мы и ожидали, распродажи снова последовали 1.1066. Бэнк оф Америка рекомендует шортить пару евро-доллар до отметки 1.08. Причем, друзья, на основании того, что я видел в статьях и слышал от представителей Бэнк оф Америка, есть вероятность того, что этот уровень может быть сделан гораздо быстрее, чем думают многие. Все зависит от того, как быстрый индекс доллара окажется в районе 100 пунктов. Рынок нефти 105 долларов за баррель. Заседание ОПЕК позади решения относительно увеличения нефтедобычи принято не было. Соответственно, мы рассчитывали на то, что исход будет таким и настраивались на то, что без дополнительного роста нефтедобычи нефть все-таки выйдет на траекторию роста и вернется выше 110 долларов за баррель. Но пока что этого не произошло. Серьезных распродаж мы в моменте сейчас не наблюдаем. Я думаю, что в ближайшие дни приоритет восходящего движения останется в качестве основного. Почему рынок нефти снижается? Основная новость, я думаю, вы знаете, это решение США провести еще один раунд реализации стратегических резервов из своих хранилищ для того, чтобы поспособствовать снижению цен на топливо на внутреннем рынке. И в этот раз совсем прям амбициозные планы. Байден планирует раскупорить запасы и продавать по миллиону в день в течение шести месяцев. То есть простая математика позволяет нам предположить, что речь может пойти о продаже до 180 миллионов баррель. Это астономическая цифра. Мне кажется, рекордный показатель вообще за все 50 лет существования такого понятия, как стратегические запасы нефти в США. Но здесь есть несколько ноев. Вы должны их учесть. Почему-то о них мало кто говорит. Первое заключается в том, чтобы распространить такое количество нефти, необходима очень развитая инфраструктура, с которой сейчас серьезные проблемы в США. И второй момент. Эту нефть нужно будет где-то хранить. Единственная возможность и единственные хранилища, которые могут принять такие объемы, это на побережье Мексиканского залива. Но если эти хранилища будут предоставлены под статистические резервы, тогда где же будут накапливать нефть, которую на ежедневной основе добывают в процессе сланцевого бурения. То есть если этот проект будет реализован в текущих масштабах, уровень нефтедобычи в США просядет сильнее. А при снижении уровня нефтедобычи мы снова возвращаемся с вами к проблеме дефицита предложения. В общем, имейте это в виду, друзья. По остальным финансовым активам американский фондовый рынок наконец-таки корректируется 4546 пунктов. Я в сделке и жду, соответственно, снижение еще ниже. Пару слов хотел сказать про австралийский доллар, который сейчас котируется против американцев на отметке 0.7483. Рекомендую дождаться теста 0.75, рисковать покупать выше, потому что сейчас австралийцы поддерживают очень сильный рынок труда и фактически исторические показатели по количеству свободных мест, которые вакансии имеют место быть сейчас на данном рынке. Это может впоследствии побудить Резервный банк Австралии повысить процентную ставку, потому что конкуренция за каждого работника сейчас будет приводить к росту заработных плат и, соответственно, разгонять инфляцию. Друзья, удачи вам сегодня на торговой сессии, потому что день будет очень волатильным. Удачи нам всем. Нонфармы впереди. В понедельник снова встретимся, обсудим и надеюсь, что доллар будет еще дороже. Всем пока!